Сочинские изобретатели медленно, но верно идут своим путем. Одни разрабатывают и внедряют в строительные отрасли аэроблоки, другие – целую систему сохранения и воспроизводства хвойных пород. Даже создали Народный университет для старшего поколения сочинцев под названием 55+. Создаются, ведь в конце концов, все изобретения для того, чтобы жизнь человека была легче, спокойнее и свободнее. К чему я это говорю? Многие все еще не скептически относятся к научно-техническим разработкам изобретателей, потому что у них отсутствует информация о таких понятиях, как интеллектуальная собственность. Станислав Корниенко, начинающий предприниматель, понял, что без внедрения новых идей продвинуться в бизнесе сложно. И придумал необычное торговое оборудование на розе «Хутер», запатентовал его и скоро надеется получить сертификат. Торговое оборудование в виде самовара – это обычная торговая стойка высотой 2,2, шириной на полтора, которая своим внешним видом, основная суть этого торгового оборудования, что его можно установить предпринимателю в любом труднодоступном месте. К изобретательской деятельности привлекают студентов и школьников. Для них проводятся олимпиады, там и выявляют талантливых ребят. Программа, которая разработана и работает в городе, это и выставки, это и участие в каких-то конкурсах. Сейчас разработана программа и участие в гранте, правительственном гранте. Вот будем надеяться, что все-таки наша организация выиграет этот грант, тем более, что городское сочинское общество – единственное, оставшееся на юге России. За активную позицию несколько членов Совета ВАИР включены в группу разработчиков двух государственных проектов по стратегии развития интеллектуальной собственности. Гелена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.